Известный старинный дом на Волхонке оккупировали хостелы. Многие помещения были перестроены, а подвалы и пожарные выходы заблокированы. Местные жители жалуются и в здании регулярно проводятся инспекции. Мини-отели штрафуют, но не закрывают. В ситуации попытался разобраться Владимир Стариков. В этом старом доме на Волхонке сразу несколько хостелов. Урны, которые стоят около лавочек, мы выходим, все лавочки заняты, на них сидят из гостиницы, потому что они здесь хозяева. Вечером боимся выйти, потому что все время там уже пьянки, какие-то бутылки. Владельцы одного хостела отдельный вход делать не стали, а просто заняли черный. Здесь пожарная лестница и еще вот вход в подвал должен быть. Почему у вас здесь вход в хостел? Я нет, не статор. А с кем можно поговорить? Я здесь хост. В другом хостеле вместо части комнат сделали душевые. У соседей тут же потекла вода по стенам. Там мокрые точки к нашим комнатам, спальням. У нас душегубка. У нас была проверка прокуратуры, которая не выявила нарушений. А вы можете сейчас вот предоставить? Смотрите, данные документы находятся у руководства. В жилищнике района Хамовники рассказали, что за нарушение санитарных норм хостел уже штрафовали. А теперь проверяют, насколько законно гостиницы заняли подвалы и пожарные ходы. Нами запрошены документы в БТИ, чтобы проверить этот факт. Ну, соответственно, по результатам, оформлена или не оформлена у них какая-либо перепланировка, мы, как управляющая компания, примем соответствующие меры совместно уже с МОЗ жилой инспекции. Поняв, что жалобы проверок не избежать, владельцы одного из хостелов пригласили соседей на собрание. И предложили перевести квартиры в нежилой фонд. Даже привели согласных с этим жителей, которых, впрочем, в доме никто не узнал. Они могут и подписи подделать. Мы не знаем этих соседей. Они нам не знакомы. Они недавно все появились откуда-то. Я просто спросил, у вас какие-то документы есть на перевоз? Нет. Ну, просто мы хотели бы. Документы на этот хостел на улице Песцова тоже никто не видел, но сомнительных постояльцев здесь немало. Шприцы находили. Есть сведения, что и прописаны около 500 человек. То есть ротация такая достаточно большая. Хостел занимает почти все офисное здание. В двух метрах от подъездов и детских площадок. Они приходят, садятся, курят, смотрят на детей. На диалог с жителями-журналистами в хостеле идти не готовы. Покиньте помещение, пожалуйста. Покиньте помещение. Я человек. Есть какие-то документы, что это лицензия на гостиницу? Это не ко мне, а все администратору. Администратор сейчас. Все выходные. Как выходные понедельник? Как выходные, так вот выходные. Жители регулярно вызывают полицию, но те лишь увозят особо буйных постояльцев. Между тем на крыше здания появились строительные леса. Возможно, владельцы хостела готовятся расширяться. Владимир Стариков, Иван Лавриков, Андрей Скапелев и Алина Хусаинова. Вести. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия. Учись, Квазимода! Иди в кухне. Учись, Квазимода! Сказки, Квазимода! Продолжение следует...